Дорогие коллеги, дорогие гости, здравствуйте. Утро доброе. Давайте начинать нашу встречу. Я думаю, что все, кому необходимо уже в зале, утро доброе, дорогие друзья, дорогие гости, для меня большая честь встречать вас в нашем историческом императорском зале Казанского университета, а также в Казани, в Татарстане. Когда я говорю про Казань, все могут спросить, может быть, в Казахстане? Нет, вы знаете, что Казань сегодня в центральной европейской части России, а значит, в сердце России. Мы с вами в Татарстане, небольшая республика, национальная республика в середине России, поэтому добро пожаловать в Казань, в Казанский федеральный университет, добро пожаловать в Татарстан. Я очень-очень рад, что вы приехали, потому что это также важно, ведь вчера погода была прекрасной, сегодня немножечко изменилась, и даже простые люди также интересуются изменением климата. Некоторые меня спрашивали о изменении климата. Интересно, но, может быть, мы о том, какова погода будет в будущем в Казани, чего-то узнаем благодаря этому. Шутили так. Позвольте мне начать небольшую презентацию нашего университета. У нас один из старейших, второй старейший университет в России после московского. Я буду говорить по-русски. Университет. Университет был основан в 1804 году. Наш царь-основатель Александр I, Александр I. И среди выдающихся ученых, которые работали в Казанском университете, я хочу отметить Николая Лобачевского, выдающегося геометра, открывателя неевклидовой геометрии, Александр Бутлеров, основатель теории строения органических веществ, Евгений Завойский, открыватель электронного парамагнитного резонанса, Бодуэн де Куртене, основатель экспериментальной фонетики. И, конечно, памятник напротив университета стоит Владимиру Ульянову. Можно по-разному к этому человеку относиться, но это история. Мы не можем менять историю. Она у вас перед глазами напротив нашего здания, его памятник. И, конечно, Лев Толстой. Это выдающийся гуманист, писатель, которого все знают. И он учился только в Казанском университете. Он получил здесь свое образование и больше нигде не учился и написал свои замечательные произведения. Еще многие имен я мог бы назвать, среди которых Иван Симонов. На следующий год будет празднование 200-летия открытия Антарктиды. Среди путешественников, которые открыли Антарктиду, был только один ученый – Иван Симонов. Это в будущем ректор Казанского университета. Он определил координаты берегов Антарктиды, определил положение северного магнитного полюса, который находится в середине Антарктиды. Психофизиолог Владимир Бехтерев, химик-органик Александр Арбузов, физиолог Владимир Энгельгард, открыватель акустического парамагнитного резонанса Симен Альшулер. Во время Второй мировой войны семь лауреатов Нобелевской премии работали в Казанском университете, в основном физике. История Казанского университета начинается с 1804 года, когда наш отец-император основал наш университет. И до 1917 года история развивалась вполне спокойно. Университет расширялся. В первый прием было около 20 студентов. К началу 20 века в университете насчитывалось несколько тысяч студентов уже, под несколько тысяч студентов на первом курсе. И потом в 30-х годах произошли большие изменения в университете, которые привели к уменьшению университета. Во-первых, отделилась химико-технологическая школа, образовался новый университет. Образовался Казанский медицинский университет. Медики ушли из университета. Образовался Казанский авиационный университет. Авиаторы, механики, аэрогидродинамики ушли в этот институт. И образовался Казанский научный центр Российской академии наук Советского Союза. И тоже были организованы несколько институтов, и специалисты ушли туда. Но это был некий период спада университета, потому что университет уменьшился в размерах. Ученые многие ушли из университета. Но в 2010 году наступила новая эпоха развития университета. Образовался Казанский федеральный университет, который сегодня развивается. И мы получили гигантский развитие. Сейчас я покажу. Семь учреждений образования и науки присоединились к Казанскому университету. В основном это были гуманитарии. Это сильно повлияло на структуру университета. Но сегодня это один из самых крупнейших университетов России. 47 тысяч студентов. Больше 7 тысяч студентов из-за рубежа обучаются в Казанском университете. 14 институтов, 1 факультет, 2 высшие школы, 2 лицея в составе университета. Потому что мы сами себе готовим студентов, абитуриентов в этих лицеях. Это лучшие школьники не только из Атарстана, но и со всей России туда приезжают. И огромное количество магистрских и бакалаврских программ. Огромная недвижимость, здания, почти миллион квадратных метров зданий, сооружений Казанского университета. И почти 10 тысяч работающих. Это огромное учреждение, одно из крупнейших, не только в Татарстане, но и в России. Вот количество международных студентов со всего мира растет. У нас есть студенты даже из Северной Америки, не так много из Европы, из Южной Америки, из Африки. Пока из Австралии нет одного студента, но я думаю, скоро будут. Сегодня у нас очень много. Все факультеты, которые должны быть в классическом университете, это начиная из Natural Science, гуманитарные факультеты, математика, физика, инженерные. И у нас два филиала, один в городе недалеко, в набережной Щелны, и другой в городе Елабуга. В 2010 году, когда образовался федеральный университет, мы приняли программу развития, в которой определили направления приоритетного развития, среди которых биомедицина и фармацевтика, нефть, коммуникации и космические технологии, перспективные материалы и социальные и гуманитарные исследования. У нас не было медицинского факультета, который отделился от нас, но мы решили создать его заново, потому что без медицинского факультета современный университет не может развиваться. Это было такой стратегической генеральной задачей, и мы эту задачу решили. Сегодня в Казанском университете один из крупнейших медицинских факультетов России. И у нас, наверное, самая крупная в России клиника при этом институте медицины. И мы создали для решения различных вызовов проблем, глобальных проблем, так называемые мегафакультеты. Например, проблемы медицины изучаются не только на факультете медицины, но также ею занимаются физики, математики, химики, экологи, экономисты, юристы. И поэтому мы создали 4 таких вот мегафакультета, они виртуальные, но они объединяют многие факультеты. Например, медицинский факультет, медицинский мегафакультет, он объединяет 8 институтов, и 23% университета участвует в его работе. Нефтяное направление, нефтяной мегафакультет, он также объединяет 6 институтов, и 14% всего состава университета участвует в его работе. Космический информационно-технологический факультет, мегафакультет, он занимает 9% всего. Там участвуют 4 крупнейших института и около 9% состава всего. И направление «Учитель 21 века» мы выбрали, потому что сегодня в образовании происходит революция. Революция, связанная с наличием интернета и изменением отношения к информации. Все это очень важно. Я мог бы рассказать про все эти мегафакультеты, но я расскажу про один, который более близок к вам. Это стратегическая академическая единица, мегафакультет «Эко-Ойл». Сюда входят институты, институт геологии, институт химии, институт математики, институт физики, институт экологии, институт вычислительной математики и Высшая школа информационных технологий. Все эти факультеты. Здесь 19 исследовательских лабораторий и 5 центров превосходства. Вот они, эти центры превосходства. Один из них очень интересен для вас, наверное. Это изменение климата, поликлиматология и стратеграфия. К каждому из этих направлений мы имеем площадки трансфера технологий. То есть есть какие-то фабрики, полигоны, где мы отрабатываем технологии, которые разрабатываются в этих центрах превосходства. Это направление, этот мегафакультет был создан для решения глобальных вызовов, глобальных задач. Это, во-первых, необходимость в большем количестве энергии, глобальное потепление и загрязнение окружающей среды. Я взял некоторые цифры из последнего отчета Energy Outlook компании BP, который вышел в феврале месяце. И видно, что возобновляемые источники энергии даже в 2040 году будут составлять не более 15-20% от потребляемой энергии. И поэтому, конечно, проблема сжигания органического топлива останется. И эмиссия углекислого газа, метана, эти проблемы все остаются. И вот в рамках этой лаборатории, этого центра превосходства мы решаем эти задачи. В целом, вот этот мегафакультет решает задачи, выдвигает несколько таких вот крупных проблем. Создание технологий нефтепереработки под землей. То есть мы начинаем перерабатывать тяжелую нефть прямо на месте, под землей. Используя для этого катализаторы и запускаю туда энергию. И, конечно, это проблема цифрования, оцифровывания, то есть цифровизация этих проблем. И замена угля на газ, переработка угля, неиспользование угля в качестве топлива. И также мы исследуем в этом мегафакультете новые технологии для производства возобновляемой энергии. Вот наш проект, связанный мегапроект, который связан с созданием технологий нефтепереработки под землей. Эта технология позволяет оставлять грязные компоненты органического топлива под землей. И, например, уменьшать эмиссию углекислого газа, используя его как в качестве нового агента для лучшей добычи высоковязкой нефти. Другой интересный проект, связан напрямую с проблемой, которую вы сегодня рассматриваете, это эволюция нефтематеринских пород и возможное влияние на климат в истории Земли. И основные вопросы, связанные в этом проекте, это насколько велика эмиссия метана и других углеводных газов в атмосферу во время процесса геологической истории развития нефтематеринских пород. И как велика эмиссия метана за счет разрушения залежей, которые сегодня есть. И как влияет добыча нефти и газа на эмиссию метана. Сегодня проблема гидроразрыва пластов при добыче сланцевого газа, все знают, что это громадная проблема, при которой эмиссия метана может быть совершенно гигантской. И уже есть по этому поводу массовая увлекация. Это вот в истории Земли, значит, как запись углерода 13-го, значит, мы видим, вся эта запись существует, и мы видим, как на сегодняшнее время, последние 5-10 миллионов лет, происходит такой тренд облегчения углерода в атмосфере Земли. И мы в связи с этим изучаем очень большую территорию в Сибири, которая сегодня и в будущем будет являться, возможно, являться большим источником метана, не только за счет таяния вечной мерзлоты, но также и за счет эмиссии из тех месторождений, которые разрабатываются сегодня в России. Такая же проблема существует и в Соединенных Штатах, в Китае и в других странах. У нас очень много международных партнеров. Здесь проведены наши партнеры по исследованию нефти, исследованию климата. Их очень много по всему миру. Мы сотрудничаем. У нас работает вот в этом мегафакультете около 40 иностранных ученых из Северной Америки, Южной Америки, из Китая, из Европы. И одна из последних наших новостей – это создание совместной образовательной программы, совместной с Imperial College в Лондоне. Это очень интересная программа, когда наши студенты смогут один год обучаться в Казанском университете, один год обучаться в Imperial College в Лондоне. И в 2013 году состоялась универсиада в Казани. И была построена деревня универсиады. И в этой деревне универсиады, в прекрасном городе, сегодня живут наши студенты. Примерно 13 тысяч студентов проживает сегодня в этой деревне. Когда вы ехали из аэропорта, вы могли эту деревню с правой стороны увидеть. И мы специально построили дом для иностранных приглашенных исследователей. Если вам понравится Казань, вы тоже можете написать мне заявление, и вы тоже можете поработать в Казани, пожить в этом прекрасном доме, сколько хотите. И после универсиады мы 11 спортивных сооружений, в том числе великолепный плавательный бассейн, залы для занятий гимнастикой и различных видов спорта, получили для Казанского университета. Поэтому студенты со всего мира с удовольствием приезжают в Казань, учатся здесь. Здесь прекрасный город. Казань называют третьей столицей России. То есть есть Москва, Санкт-Петербург и Казань. Казань – это восточные ворота России. И сегодня в Казани, в прошлом году был чемпионат мира, наверное, вы слышали. Каждый год проводятся такие мероприятия, события, которые привлекают огромное количество гостей из-за рубежа, со всех стран мира. Каждый год Казань посещает более трех миллионов туристов. Я думаю, что во время тяжелой вашей работы здесь, на этой встрече, вы найдете немножко времени посетить наш прекрасный город, наши музеи, погулять по прекрасным улицам. Добро пожаловать. Спасибо вам большое. И удачной вам работы в Казани, в Казанском университете. Спасибо. Я хочу представить слово вице-премьеру Татарстана, Нигматюрину Рустаму. Пожалуйста, Рустам Каримович. Для приветствия. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать в Казани членов Минсправительственной группы экспертов по изменению климата. Изменение климатической системы в индустриальное время является неоспоримым фактом, и начиная с 50-х годов многие наблюдаемые изменения являются беспрецедентными в масштабах от десятилетий до тысячелетий. Установлено, что произошло увеличение концентрации парниковых газов, потепление атмосферы и океана, изменение суммы осадков, сокращение запасов снега и льда, повышение уровня океана, а также увеличение частоты изменений параметров некоторых экстремальных климатических явлений. Для изучения вопроса Всемирной метеорологической организации и Организации ООН по охране окружающей среды в 1988 году было создано принципиально новое образование Межправительственной группы экспертов по проблеме изменения климата. Мы знаем и гордимся вместе с вами тем, что в 2017 году данная организация получила вместе с Альбертом Гором Нобелевскую премию мира. Ценность вашей международной научной организации в том, что вы представляете политикам информацию об изменениях климата, их последствиях для природных и хозяйственных систем, о здоровье населения, а также о возможностях смещения антропогенного воздействия на климатическую систему. Такая объективная информация может быть получена только в ходе анализа научных публикаций и обобщения их результатов большой группы экспертов. Именно межправительственный характер формирования группы экспертов и базирования всей процедуры работы вообще на принципах ООН обеспечивает доверие правительств к результатам этой работы. Мы рады, что вы выбрали для встречи именно нашу республику, ее ведущий Казанский федеральный университет. Президент нашей республики Рустан Мургальевич Мениханов и Кабинет министров уделяют большое внимание проблем окружающей среды. Действительно, от ее качества напрямую зависит комфортность проживания людей и, главное, их здоровье. Информация об изменении климата позволит прогнозировать потенциальные экологические и социально-экономические последствия его изменения, а также пролонировать реалистичные ответные стратегии. Я хочу пожелать всем вам успешной работы, выразить надежду на то, что, как и предыдущие доклады, ваш труд будет востребован правительствами всех стран. Спасибо за внимание. Спасибо, Рустан Мургальевич. Я представляю слово вице-президенту этого сообщества Кобарет. Ну, замечательно. господин Денис, господин вице-ректор Казанского федерального университета, господин Нигматуллин, господин Якоменко, руководитель Росбитромет, от имени нашей организации. Я бы хотел выразить нашу признательность всем вам о том, что вы приняли нас здесь для проведения этой встречи. И я бы хотел особенно выразить свою признательность Росгидрометру, федеральной службе метеорологической за то, что они пригласили нас, чтобы мы могли здесь быть. Я бы хотел поблагодарить Республику Татарстан за их поддержку этой встречи и за то, что они приняли здесь. И хотел бы поблагодарить вас и Казанской федеральной университет за то, что они предоставили нас свой кампус и предоставили нам все необходимые организационную поддержку. Дорогие коллеги, мы сегодня собрались здесь в Казани для очень важной работы по нашему специальному отчету, касающемуся океана, криосферы и изменяющегося климата. Этот отчет, который очень большое влияние окажет на то, каким образом мы рассматриваем будущее с точки зрения выс, начиная от высоких гор и кончая глубинные океаны. Что касается таяния, вечной мерзлоты и таяния ледников, то, каким образом мы начинаем зависеть от этого. Это все оказывает достаточную угрозу населению небольших островов, миллионов людей, которые живут на этих небольших островах. Это влияет на наши океаны, тех живых существ, которые там живут, которые пытаются приспособиться к все более и более изменяющейся и сложно окружающей среде. Те отчеты, о которых мы будем сегодня рассказывать, биофизические, физико-химические процессы, которые проходят и которые ведут этим переменам, и взаимосвязи между этими процессами, которые в значительной степени влияют и как в полезном, так и в деструктивном виде. Мы будем все зависеть от отчетов МГИК для того, чтобы могли услышать наш город и для того, чтобы голос услышать какие-либо действия. Мы видим, как растет интерес к нашему отчетам год от года. И тот отчет, который мы выпустили в прошлом октябре о полутораградусном повышении температуры, вызвал огромный интерес. И то, что мы обнаружили, и опублика в этом докладе продолжает собирать все больше и больше откликов. Мы готовимся также к тому, чтобы предпринять более решительные действия, которые вызваны потеплением климата. Это очень важно, собирать те новости, которые мы собираем по всему миру. Мы смотрим, каким образом крайне климатические условия наблюдаем и каким образом мы можем их объяснить. Я делюсь этой информацией здесь с вами, потому что этот отчет тоже поможет принимать информированные решения по всему миру. Если правительство и заинтересованные люди, и дети, подрастающие поколения получили ту информацию, чтобы могли защитить Океан и окружающую среду, в которой мы живем, это важная работа. Я очень благодарен за то время, которое вы потратите для того, чтобы отдаться этой работе на этой неделе. На этих встречах мы будем рассматривать тысячи комментариев, которые мы получили по поводу нашего последнего варианта, нашего отчета. И для меня это та фаза нашей работы, которая наиболее глубоко влияет на работу МГЭИК. И это делает нас действительно уникальными, наш вклад в сохранение окружающей среды. Потому что те документы, которые мы разработаем, у нас очень большое количество людей, у нас порядка 15 тысяч комментариев от 4 тысяч экспертов из 34 стран. И используя эту информацию, мы используем огромное разнообразие источник знаний для того, чтобы нивелировать какие-либо разногласия, прийти к общему мнению, чтобы это могло нам напомнить о том, что мы все-таки упустили в нашей работе. Это очень важно, потому что наш отчет цен все более дифференцированный, покрывает все большее количество областей. Одна женщина, которая очень сильно уважает, сказала, мы живем все в маленьком мире, и в такой большой деревне, если хотите, то мы должны объединить все наши знания и использовать их вместе. На этой встрече мы также начнем готовиться к сессии, осенью которой будет одобрять все вот эти наши наработки. и у нас будут эксперты из нового количества стран для того, чтобы одобрили наши окончательные решения. Это очень серьезный процесс, который зависит от того, что мы выслушали все какие-то сомнения, все многообразие научных мнений. Это как в танце, для того, чтобы танец состоялся, должно быть как минимум два партнера. И, опять же, как в танце танго, он очень вдохновляет и в то же время требует высоких навыков, хороших. У нас Телма Крука и Юбис и Кона, это два вице-председателя, которые будут проводить время здесь с вами, рассуждая о различных вопросах, которые помогут нам разобраться в этих сложных моментах, которые нам предстоит рассмотреть. У нас есть также ко-председатели первой и второй рабочей группы, которые тоже будут активно с нами работать. И в заключении, позвольте мне, Аккейте, выразить нашу председательность тем, кто здесь нам предоставил возможность посмотреть гостеприимную Казань. Мы все это останем в наших сердцах. И, надеюсь, это очень поможет нам подготовить наш отчет. Спасибо. Спасибо. Слово представляется руководитель Росгидромета Максима Евгеньевича Яковенко. Для приветствия. Уважаемые коллеги, рады приветствовать вас в столице Татастана, в одном из самых красивых городов России – Казани, и в стенах старейшего российского университета – Казанского университета. За это спасибо нашим хозяевам, за то, что согласились любезно принять столь высокое совещание, четвертое совещание автора специального доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата по океанной и криосфере. Несмотря на то, что вы находитесь в зимнем периоде, многие из вас снег видят нечасто, легкий морозец может показать, что изменение климата не происходит. Но можем сказать, что раньше было холодней и намного холодней. Поэтому факты есть, потепления идут. Поэтому, чтобы лицам, принимающим решение, принимать правильные решения, нужно опираться на мнение экспертного сообщества, которое бы с научной строгостью, объективностью, политической нейтральностью описывало бы те процессы и предлагало решения, которые можно было бы использовать, не думая, что есть какой-то скрытый смысл темных сторон. Ранее, чтобы решать глобальные проблемы, Всемирная Метеорологическая Организация и ООН приняли решение создать межправительственную группу экспертов по изменению климата. Это та группа экспертов, которая была из тех трех принципов, которые я назвал, рассматривала были проблемы и давала решение. Да, России это очень интересно. Россия приняла решение усилить научные исследования в Арктике. С этого года начинаются полномасштабные исследования климата в Арктике. Теперь они будут ежегодными. И с 2021 года мы уже постоянно будем присутствовать в научных подразделениях на севере. Поэтому нам интересно то, что происходит и в океанах, в криосфере, в Арктике, в Антарктике в том числе. Поэтому хотел бы пожелать вам, чтобы работа была успешная и ваш труд был оценен не только лицами принимающих решения, но и потомками. Спасибо и удачи в работе. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне кажется, у вас будет достаточно времени для того, чтобы посмотреть, что происходит в нашем городе, посмотреть, что происходит в Кремле у нас, который находится не очень далеко. Поэтому всем большое спасибо. Добро пожаловать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ